Друзья, привет! Сегодня мы поговорим о том, как переводится выражение, вернее вопрос, What are you up to? Часто можно услышать данный вопрос относительно английского языка, либо при разговоре с русскоязычным человеком на английском языке. И в начале изучения английского я помню, часто путался, не мог понять, что же, что имеется в виду, когда меня спрашивают, Hi, what are you up to? Вот. И также поговорим о втором вопросе, What are you up for? Они очень похожи, но есть небольшая разница. Итак, первое выражение, первый вопрос, What are you up to? Когда вам задают его, это означает, что человек интересуется, чем вы сейчас занимаетесь. Это иной способ спросить, What are you doing? To be up to. Заниматься чем-либо. Естественно, у него есть и другие, более изощренные значения, но я не хочу сейчас задаваться в эти сложности, просто мы сегодня говорим только о вопросе, What are you up to? Когда вам его задают, вы должны четко понимать, что человек интересуется, чем вы в данный момент занимаетесь. Второй вопрос, What are you up for? To be up for something. Это означает иметь какие-то планы, то есть тоже намереваться что-то сделать, но немножко в другой форме. Можно, допустим, спросить, Hi, what are you up for tonight? То есть, какие у тебя планы, привет, какие у тебя планы на вечер? Ответ может быть, допустим, I don't know yet, but I am definitely up for something. То есть, я определенно что-то планирую сделать, планирую куда-то пойти, может, в клуб, может быть, провести время с друзьями. Я не буду сидеть дома. I am up for something. То есть, я на что-то настроен, да, другими словами. Вот такие вот два значения, такие два полезных вопроса. Надеюсь, видео было интересным. Если оно вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Это совсем не сложно. Поддержите меня и подписывайтесь, пожалуйста, на мой видеоканал, если вам нравится английский язык. Спасибо, друзья, и до связи.